Здравствуйте, друзья! На дворе июль, но мы продолжаем работать даже летом в эфире программа КХЛ Лето. В ней мы будем рассказывать о всем самом интересном, что происходит в мире хоккея в этот летний период. Очень много всего интересного происходит и внутри команд, и внутри лиги. Так что нам будет о чем сегодня подискутировать. Меня зовут Олег Масалев. И вместе со мной сегодня в этой студии эксперты нашего канала Артем Батрак и Александр Фомичев. Ребята, рад вас приветствовать. Как отдыхаете, Артем? Что делаешь? Что делаю? Ну вот сейчас на работе, а вообще на даче. В основном на даче, Олег. Это здорово. Александр, ну ты, я знаю, все по морям и океанам. Да, съездил на юг, на море. Но и в Москве тоже стараюсь вести активный образ жизни. Опять же, велопрогулки практически каждый день. Ну слушай, ну здорово. Друзья, ну мы начинаем сейчас уже говорить о самом интересном. Как известно, что не только летом готовит Саня, но и календарь регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. По традиции, 1 сентября будет дан старт матчам ЦСКА Акбарс. В этом сезоне каждая команда опять по традиции проведет 68 игр. Но, внимание, у нас будут и такие рекордные цифры. Игровых дней будет 165 в регулярном чемпионате. И до первой паузы, друзья, команды будут играть 98 дней. Это, конечно, очень и очень серьезные цифры. Как вы считаете, друзья, 165 дней хоккея – это здорово? Ну, однозначно это хорошо. Но я хотел бы начать, Олег, знаешь, с того, что аплодисменты лиги, что в этот раз календарь вышел просто рано. И мне кажется, что это упрощает командам какую-то подготовку, какое-то понимание в плане логистики, проживания и так далее. Там, конечно, это все, наверное, не так тяжело, но, тем не менее, календарь вышел рано. И мне прям хочется лиге за это поаплодировать. Ну, а потом по рекордному количеству игровых дней, слушай, ну, у нас лада добавилась. То есть, в принципе, по сути, у нас календарь примерно такой же, как и был в прошлом сезоне по количеству матчей и так далее. Просто лада добавилась. Поэтому и матчей чуть больше, и, соответственно, игровых дней. Александр, ну и вот то, что до первой паузы 98 дней. Твои мысли по поводу этой цифры? Ну, отлично. Чем больше хоккея, тем лучше. Соответственно, игры будут идти практически каждый день. И, соответственно, есть что посмотреть. Очень здорово, опять же, как сказал Артем Батрак, что добавилась новая команда. В прошлом сезоне мы потеряли клуба, а сейчас вот лада вернулась обратно в континентальную хоккейную лигу. И это действительно здорово. Да, ну, еще, да. Ну, тут просто вот, ну, ты так вот говоришь, что у нас там много дней без пауз. Но это, как бы, в принципе, для зрителя-то хорошо, да? Потому что тут постоянно хоккей, хоккей, хоккей. А так-то у команды паузы будут. То есть, в плане... Я хотел спросить у вас сейчас, друзья, вот как вы считаете, вот этот вот сезон, который был прошедший, когда по 68 матчей впервые сыграли команды, как вы считаете, вот этот уже второй сезон полностью, все вот эти шероховатости будут учитывать уже при подготовке к этому сезону команды? На все 100 знают все тонкости или нет? Да, и опять же, календарь уже готов, и, соответственно, есть возможность к этому подготовиться. И, соответственно, одна пауза большая в этом сезоне. Евротуров в том виде, которые были до этого, больше нету. И, соответственно, тренерские штабы будут немного по-другому выстраивать подготовку. Ну, то есть, если вспоминать прошлый сезон, мы понимаем, что без спадов, ну, наверное, ни одна команда не прошла, но, может быть, за исключением СКА, да и то у СКА под конец регулярки там, ну, мне кажется, определенные такие сложности появились. То есть, теперь наверняка все клубы, ну, как-то так простроят вот это вот все, во всяком случае, у себя в голове сейчас летом, чтобы там где-нибудь не проваливаться. Потому что помните, да, например, как у нас автомобилист вообще там валился просто после матча звезд и после Нового года там, ну, при этом оставался на первом месте. Вот. Так что я думаю, что в этом сезоне, да, команда будет учитывать вот эти нюансы. Ну, естественно, вы все, друзья, знаете, что новый формат плей-офф у нас и вот этот перекрестный плей-офф, о котором много говорят, но и споров тоже много. Вот, например, слова нашего прославленного, известного в прошлом хоккеиста Виталия Прошкина. «Я за то, чтобы ввести перекрестный плей-офф уже с первого раунда. Почему его делают со второго? Адмирал тот же в прошлом сезоне во втором раунде вылетел. Пусть топ-клубы Запада слетают на Дальний Восток, ничего страшного в этом нет. Почему им делают преференции? Вот тут тоже, конечно, такой дискуссионный вопрос. Артем, что вам нужно сказать? Во-первых, клубы Запада, может, и слетают на Дальний Восток. Это не исключено. Да, во-первых. Во-вторых, ну, я так просто понимаю, что, ну, вот Виталий хочет, чтобы вот прям с первого раунда, но у нас все равно есть дележка на конференции. Для чего это сделано? Для того, чтобы, ну, экономить, для того, чтобы было больше дерби и так далее. И, ну, мне кажется, что вот иначе делать вот этот вот плей-офф на 16 команд, то есть первая с 16, условно говоря, вторая с 15, и тогда как-то вот эти вот конференции, они совсем пропадут. Ну, и без конференции сложнее смотреть в таблицу. Ну, согласись, то есть ты можешь быть на первом месте своей конференции, а, условно говоря, в общей таблице ты был бы, может быть, даже и на пятом месте. Такое тоже бывает. Да, и поэтому, когда разделено на конференцию, то легче смотреть в турнирную таблицу и оценить, как команда играет по ходу сезона. Да, и я не вижу вообще ничего плохого, например, в том, чтобы команды Запада слетали во Владивосток. Мне кажется, что, условно говоря, что там из Казани Акбар слетал во Владивосток, да, в плей-офф, да, несколько раз. Что из Москвы, ну, там, условно говоря, это плюс полтора часа. То есть это не так-то сильно прям будет влиять на все. Поэтому можно долго дискутировать на эту тему, но я просто вижу, что если играть прям сразу, да, Запад с Востоком, то тогда нужно как-то от конференции, что ли, отходить. Или просто конференции учитывать только в плане календаря, а потом уже делать вот таблицу на 16 команд, точнее, плей-офф на 16 команд. Ну, в любом случае, пока вот такой формат будет очень интересно увидеть. Ну, нужно пробовать. Надо пробовать, конечно. Действительно, Лего пробует, действительно. Вот решили так вот, что с второго раунда будет перекрестный плей-офф. Это здорово, потому что вот старый формат, мне кажется, вот он как-то из себя начинал изживать, и немного команды застоялись на месте. Ну, плюс много же, конечно, говорили про то, что, ну, кому-то так поднадоело, то, что с КЦСК все время играют там в финале Запада. Но я вообще так хочу сказать, что, в принципе, вот с этим перекрестным плей-офф, если вы там в регулярке немножко, например, сразу не поедете, или где-то там сыграете плохо, то мы можем увидеть такой же, условно говоря, полуфинал Кубка Гагарина всего с КЦСК. Вообще в легкую. В принципе, да, такой вариант возможен. Ну, в общем, в любом случае, друзья, действительно, очень много, может быть, разговоров, мнений на эту тему. Ну, вот мы начинаем такую брать пробу пера, и я думаю, всем очень интересно будет за этим наблюдать. Еще, конечно, мы не можем обойти тему драфта национальной хоккейной лиги, и такой достаточно был высокий спрос на российских игроков. И самым высоким под шестым номером в первом раунде драфта ушел защитник Дмитрий Симошев из Ярославского локомотива. Ну, вот, друзья, для вас, честно говоря, это было удивлением. Наверное, все ждали все-таки из россиян первого Матвея Мечкова. Ну, какая разница? Шестое, седьмое место? Ну, я в целом говорю, вот удивляет, что именно Симошев первый. Нет, меня абсолютно не удивило его выбор. То есть я прекрасно понимал, что он уйдет в первом раунде. Просто нужно, мне кажется, разделять. Есть первый номер, там, ну, может быть, второй, третий. Дальше, там, условно говоря, десятка, а потом уже как пойдет. Какой амплуа нужнее? Вот, в том числе. Соответственно, здесь. Но мы видим, что Дмитрий молодец. Он по ходу этого сезона добавлял, и, соответственно, скауты и специалисты его рассматривали еще более внимательно. И в итоге решили, что парень с таким классным катанием, которое у него есть, и, играя как защитник, если вдруг вот он где-то там оказался вне позиции, немного провалился за счет катания, он все это может компенсировать. Слушай, ну, короче, это высокий защитник, который играл в континентальной хоккейной лиге. Я, правда, единственное скажу, что, на мой взгляд, лично, он очень много, опять же, относительно своего игрового времени провел на льду в начале регулярного чемпионата, потому что мы помним, что потом он уже там и не всегда оказывался в составе локомотива. И не всегда даже оказывался там седьмым или восьмым защитником, условно говоря. Вот, но, тем не менее, выбор Симышева меня не удивляет. Я даже, знаешь, вообще в этом контексте хочу сказать больше про то, что вы посмотрите, у нас и Симышев, и Мечков, и Бут, и Гуляев, соответственно, у нас четыре игрока, которые ушли в первом раунде. Это все парни, которые играли здесь. То есть тут вот это более глобальная история. То есть раньше там могли выбрать кого-то там из Северной Америки, кто там играет по юниорам. Мы просто тут так вот говорим, что туда сейчас немногие едут, тут нужно оставаться. Вот, у нас четыре человека, которые развиваются в своих системах. Локомотив, Sky и Авангард. И они вчетвером ушли в первом раунде. Зачем ехать в Северную Америку, спрашиваете. Еще такой вот очень интересный был момент, то, что компанию Симушеву в Аризоне составил его одноклубник, Даниил Бут, который тоже, конечно, несмотря на свой очень молодой возраст, серьезно прогрессирует. Ну, вот Александр говорит про амплуа, да, а ведь обоих выбрала-то одна и та же команда. Вот, но сначала взяли Симушеву, потом Бута, и, конечно, я уверен, что все увидели это видео, облетевшее интернет. Просто, наверное, оно нам для телевидения не очень подходит, потому что там есть такие словечки, которые нельзя употреблять здесь. Вот. Когда Симушев очень обрадовался, что Бута выбрал та же команда? Ну, конечно, играют здесь в одной команде, и, соответственно, там также задрафтованы, оба задрафтованы Аризоной. И Бут провел тоже хороший сезон. У него отличная координация. То есть он очень здорово координирован и может подстроиться под любую передачу. Там, если где-то идет потеря шайбы, он также это все за счет своей координации все это компенсирует. Высокий, габаритный, праворукий, с классным броском. Может, когда нужно забить. Ну, вот гол, который мы показывали в ворот авангарта, он как раз подстраивался. Эта шайба уже в ворот сточет, но мне кажется, что все просто было идеально сделано, и он в какой-нибудь попал. Ну, да, он попал, он забил, и, по-моему, сколько он? Две шайбы забыл. Да, вот мы два гола его увидели как раз. Повторяем вам. Так что, еще раз, ну, это система Ярославского локомотива, система, которая, я вот, Саш, не знаю, я когда играл, 15 лет назад, вот этот локомотив всегда ездил на финал регионов, у них всегда была очень сильная школа, с ними всегда было тяжело играть. Ну, не только школа, и селекция тоже. Безусловно. Селекция идет, допустим, тоже Симишев, он из Костромы сам получается. То есть, селекция работает, и, соответственно, лучшие игроки получают шансы. Ну, и вот мы сейчас говорим об этих ярославских ребятах, и наш коллега Данил Колышев поговорил с Дмитрием Симышевым. Очень интересно, давайте посмотрим. Как бы, драфт ждал весь сезон, как бы, и общался со скаутами, и с Дэном также общался насчет драфта. Ну, и, в принципе, такая ступень в жизни очень важная, как бы, определяется клуб, который будет с тобой общаться, те заботятся, там, в ближайшие 5-10 лет. Ожидания, как бы, превзошли ожидания, я не думал, что уйду, уйду так рано, как бы. В шоке был, когда я, как бы, узнал про шестой номер. А вот после окончания сезона ты вообще как-то готовился к драфту, или, может быть, сезон закончился, и все, абстрагировался максимально от хоккея, и забыл о нем? Да, как бы, нет. Я, как закончился сезон, я приехал в Россию у нас, из Беларуси же был турнир, Кубок будущего. Ходил в колледж, как бы, учился, тренировался, и потом уже поехал 20-го числа, как бы, сюда, в США, и потом уже в Нэшвилл полетел. Сначала в Майами был, после Нэшвилл. Единственное, что готовился, как бы, это английский учил, на этот год усиленно, и все. Как проводишь лет, и вообще, какой план, потому что, вот, сейчас, по сути, прилетишь, и все, отпуск закончен? Ну, я занимаюсь в зале сейчас, вот, по программе, я, как бы, давно уже начал, вот, числа с 20-го, как раз, когда приехал в Америку, занимаюсь в зале. Сейчас приеду в Россию, буду уже ходить на лед. У меня всегда, каждую пресезонку, занимаюсь больше в зале, и на льду начинаю заниматься, там, дней за 10 до пресезонки. Сейчас приеду, и буду с тренером по развитию Локомотива тренироваться. Конечно, мы не можем сейчас не поговорить и о Матвее Мичкове, который под седьмым номером ушел и стал будущим потенциальным игроком команды Филадельфии Флайерс. Что скажете, друзья, по Матвею? Как вы считаете, повезло ему с командой или нет? То, что очень много было разговоров, что он должен оказаться в Вашингтоне. Да, вообще разговоров было огромное количество, потому что это Мичков, а как всем интересно было, где он окажется. Оказался, да, в Флайерс. Ну, удачи ему. Вот. Но, слушай, тут вообще это все еще отдаленно. Тут мне больше интересно, где и как он будет играть в этом сезоне. Еще, Александр, сейчас хочу тебе задать вопрос немножечко такой общий. Очень много вот всегда разговоров и мыслей о том, что даже игрокам, которые не на драфте, им проще в итоге потом закрепиться в Северной Америке. Вот как ты считаешь, да или нет? Ну, если ты не был задрафтован, то ты, соответственно, становишься свободным агентом. И ты уже можешь выбирать команду, ту, в которую ты хочешь как раз поехать. Ну, а что касается Матвея Мичкова, ну, он мог еще ярче провести этот сезон, но, к сожалению, вот эта травма, которая была получена на предсезонке, она все же сказала. Сказалась, и, может быть, сезон был хороший, но не таким ярким, как все ожидали, сыграет Матвей Мичков. Ну, и, конечно же, у него личная трагедия произошла весной. Все это нужно пережить, забыть и готовиться дальше, готовиться к новому сезону, к новым вызовам. Я очень хочу посмотреть на Мичкова в СКА, просто как на основного игрока СКА. Я думаю, Артем, это все хотят. Да, он надеется, что в этом сезоне... Я ожидал, что он гораздо больше будет играть за СКА в прошлом сезоне, но вот так получилось, что он играл либо за фармклуб, а затем уехал в Сочи. Ну, действительно, мы только можем нашим ребятам всем пожелать успеха именно в этом 16-м сезоне континентальной хоккейной лиги, пока так для начала, который уже совсем скоро будет не за горами стартовать в сентябре. Ну, и сейчас давайте перейдем, наверное, к такому главному, резонансному событию вот этого лета. Наш друг, коллега, руководитель Дмитрий Федоров стал тренером хоккейного клуба «Чайка», чемпиона этого сезона в молодежной хоккейной лиге. Ну, как вы считаете, это такой взрыв в мире хоккея, Артем? Да. Ну, видишь, это еще и произошло в июне, когда как бы событий на самом деле не так много, но вообще сам по себе это взрыв. И это огромное уважение к Дмитрию, который 30 лет провел на телевидении и казалось, что вот здесь, да, его дом. Он раз решил этот дом неожиданно поменять, причем, ну, поменять просто, я не знаю, ну, поменять очень серьезно. Ну, кардинально, конечно. Ну, просто, да, фантастика. Поэтому, не знаю, к Дмитрию огромное уважение. Мы постараемся тут ничего не испортить. Вот. Но так ему только удача. Ну, а так это, конечно, вообще круто. Это круто. Александр. Ну, и надо сказать, что Дмитрий шел к этому. Он закончил высшую школу тренеров, а затем также он, в принципе, работал с юниорской командой «Динамо Москва». Саша, это вы просто просили, потому что ты из старой формации говоришь тренеров. Как хоккеистов. Ну, как хоккеистов говорят так, да. Да-да-да. Ну, в общем, Дмитрий Федоров тренер. Знаешь, сколько вы можете надавное смеяться, когда я неправильно что-то говорю? Ну, ты тренеров, по-моему, не говоришь. Нет, ну, я скажу. Ну, это не будет так звучать, как уже от Саши, так, знаешь, игло. Я по-хоккейному это скажу. Да-да-да. Молодчики, короче, ребята, молодчики. И у нас есть уникальная возможность сейчас послушать Дмитрия Федорова. Вообще, как он обустраивается в Нижнем Новгороде. Какие его мысли от первых дней работы тренером в хоккейной команде молодежи в хоккейной лиге «Чайка». Здравствуйте, здравствуйте. Рассказываю, как идет предсезонка у «Чайки». Завершился первый микроцикл. Работаем здесь, в дворце имени Виктора Коноваленко. Работаем в две смены, потому что есть ребята на просмотре, ребята из ЕХЭО 2007 года. Потом пойдет отбор. Интереснейший тренировочный процесс. Очень-таки примчивые хоккеисты к советам, критики тренеров. Моментально реагируют. Никаких конфликтов нет. Феноменальный тренерский штаб. Отличное взаимодействие. Как будто бы все знакомы лет 5-6. Персонал готов работать с утра до вечера. И тоже люди такие легкие, дружелюбные. Вот я понимаю, почему такие успехи у нижегородской клубной системы. Ну и вот мне переход в другую жизнь, можно так говорить, по крайней мере, вот сейчас могу сказать, дается очень легко. Не чувствую усталости, отличное настроение всегда. Так что будем на связи, будем поддерживать контакт. Я вам буду рассказывать. Как у нас дела тут складываются. Напоследок хочу сказать. Хоть я и покинул должность руководителя КХЛТВ и в Нижнем Новгороде, я все контролирую. Так что вы давайте там не расслабляйтесь. Ладно? Ну вот, Дмитрий Федоров в концовке особенно добавил позитива. А Саня уже расслабился, смотрю. Он только уехал, а Саня уже все. Ну и Дмитрию я скажу тоже. На предсезонке всегда вот так весело. Хи-хи-ха-ха. Потому что игр нет. А вот когда игры начнутся, вот тогда будут новые вызовы и будут какие-то сложности. Да, так что посмотрим. Ну, только можем Дмитрию Федорову, конечно же, пожелать удачи вот в этих первых таких серьезных шагах на тренерском поприще. Ну и много всего интересного, яркого, смешного происходит вот за это лето и в социальных сетях. И наш коллега Даниил Колышев собрал, наверное, такой самый вкусный коктейль. Московский динамовец Кирилл Готовец стал экскурсоводом для болельщиков. Защитник подготовил обзор интересных мест в Петербурге. А защитнику Акбарса Дмитрию Юдину нужно не только физически готовиться к сезону, но и бороться за свою форму. Летом у нее появился новый хозяин. Игроки продолжают осваивать вейксер. Никита Холодильин из авангарда пока только учится. А вот петербургский армеец Александр Никишин уже на следующем этапе. Алексей Кручинин из торпеда тоже может составить конкуренцию. В общем, на турнире в Сочи можно еще и на волнах посоревноваться. Кручинин летом не только отдыхает, но и еще и поучаствовал в благотворительном футбольном матче в Казани вместе с другими спортсменами и селебрити. Социальная сеть для знакомств Тиндер ушла из России. И авангард вместе с нейросетью оформил календарь на первые игры в стиле приложения для знакомств. Признавайтесь, кого бы свайпнули вправо. Защитник автомобилиста Джесси Блэкер серьезно готовится к сезону. Так и становится тавгаями. Братарь Сочи Михаил Бердин отказался от пафосного отдыха в Дубае или на Мальдивах и отправился на родной огород. Армеец Антон Слепышев претендент на лучшую историю с отдыха. Жаль, в этот день игрок был без Кубка Гагарина. Антоха приехал поля сажать. Ну, действительно, здорово и весело. Артем, ну не могу тебя не спросить, естественно, про огород. А ты, как Бердин, копаешь, поливаешь? Нет. Почему? Не помогаешь бабушкам и родителям? Ну вот, такой я. Такой я. А что делаешь? С котиками играешь? Нет. Ну, расскажи, что? Ну, что делаю? Твой день в деревне. Смотри, рядом река, рядом сын. Все дела. Ну, ты уже не рыбачишь, кстати. Нет. Так, купаешься, да? Да. Плаваю. Купаешься, сын, лодка. Лодка есть еще, да. Ну, в общем, понятно. Короче, круто. В общем, скоро браконьеров станешь. Саша, хотя про море не могу не спросить. А ты там серфишь? Нет, я плаваю, скажем так. Но довольно-таки серьезные дистанции. То есть для меня плавание не проблема. А вот дача у меня всегда ассоциируется с тем, что приехал на дачу, будь готов, что будешь косить траву. Не, вот, кстати, траву покосить можно. Просто огород, это, во-первых, вообще не мое. Ну, то есть, как бы, он реально не мой. Зачем мне туда идти и что-то что-либо делать? Мне кажется, на дачу нужно приезжать. Ну, и как-то там, я не знаю, отдыхать или расслабляться, да? Ну, траву покосить, понятно, эстетика все-таки. А ну, огород, ну, как без него же может быть дача, правильно? Конечно. Ну, вот и зачем он тогда нужен? Ну, посмотрите, какой замечательный костюм у Артема Батрака может себе позволить купить овощи и фрукты. Зачем горбачиться в огороде? Ну, друзья, сейчас, может быть, не смешно, но это факт. Клубы континентальной хоккейной лиги могут вот так вот собираться официально и начинать готовиться к сезону где-то с середины июля. Вот на ваш взгляд, это рано, поздно? И вообще, сколько нужно для подготовки? Слушай, ну, собираем, Александр, окей. Ну, я считаю, что вот молодых ребят должны собирать чуть раньше, а вот ребят основного состава, ребята, кто постарше, в принципе, вообще можно в августе даже собрать. Саня, мне непонятно, что значит чуть раньше и так далее. КХЛ может собирать игроков за 50 дней до первого дня регулярного чемпионата. Это много или мало? Я считаю, что многовато. То есть, мне кажется, месяц вполне достаточно. А молодежь как раз вот за 50 дней можно собрать. Хорошо, ну а как контракт тогда 9-месячный делать, а не 10-месячный? Не, ну если ты до 20 лет, соответственно, то тебя могут собрать в условный лагерь развития, то есть это как-то можно назвать. В НХЛ вот подобная система и есть как раз. А контракты, да, можно там, что сумма годовая зарплата, она, в принципе, одинаковая, просто немножко по-разному может разбиваться долями на разные месяцы. Слушай, ну а так вообще, это же, ну, как бы по правилам, да, за 50 дней, но кто-то соберется за 50, а кто-то соберется за 30. Поэтому тут же как клуб сами решают. Ну, все равно ребята собираются в свои лагеря развития, там, и, в принципе, все тренируются и также готовятся к сезону. И уже сейчас ты приезжаешь в лагерь команды континентальной хоккейной лиги, ты практически готов. А если ты практически готов, то зачем тогда собираться за 50 дней? Ну, вот в этом где есть вопрос. Собраться за 30 вполне достаточно и собраться для того, чтобы как раз провести пресс-сезонные тренировочные матчи и турниры, как раз где нарабатываются по большей части командные взаимодействия. Не, ну, просто смотри, условно, кто не попал в клуб, кто закончил 29 февраля, ну или 8, к примеру. Им типа, что за 50 собираться. Понимаете, что ЦСКА Акбарса вообще там 1 августа, условно говоря, и им нормально будет абсолютно. То есть, наверное, в зависимости от результата сезона. Да, ну и раньше еще и чемпионат мира был, там многие участвовали в нем, и, соответственно, еще позже заканчивали. Кто-то, может, с НХЛ приедет и там тоже поучаствовал в поздних раундах. Я считаю, что вот месяца вполне достаточно для того, чтобы собраться и провести пресс-сезон. Я думаю, что сейчас вот нас посмотрят вообще руководители всех клубов континентальной хоккейной лиги. Ты знаешь, Саш, мне кажется, это был такой первый твой заброс, чтобы тоже тебе, может быть, через несколько лет оказаться в кресле какого-нибудь ган-менеджера клуба, почему бы и нет? Я в кресле хоккейного эксперта очень комфортно себя чувствую. Да, мы видим, кстати. А что, ты не хочешь расти? Время покажет. Ну что ж, друзья, продолжаем говорить о том, как команда готовится к сезону. Вот у московского «Динамо» тоже очень много всего интересного происходит. На месте малой спортивной арены построен новый шикарный дворец. Там теперь будет заниматься и молодежная команда «Динамо», там тоже будет и команда континентальной хоккейной лиги. В общем, давайте посмотрим о том, как «Динамовцы» готовятся. Так, всех приветствую. Отнеситесь к этой работе серьезно. Только вперед. Итак. Проект был введен в эксплуатацию в апреле этого года. Общая площадь объекта порядка 30 тысяч квадратных метров. Историческая справедливость восторжествовала, и на вот этом месте в Петровском парке снова дети, молодежь и взрослые вернутся и будут заниматься спортом. Сама эта архитектура вписалась в ансамбль проекта ВТБ «Арена» и стала таким очень стильным органическим дополнением. Внизу большой объем гардеробов, где-то на 2,5 тысячи человек. По левую руку от меня это хоккейно-футбольная составляющая, по праву универсальный зал, это гимнастический зал и это зал единоборств. Ну, добро пожаловать в хоккейную зону. Быстрее! Влево, вправо! Обманное движение ногами! Ушел, отдал! Четыре хоккейные раздевалки, четыре футбольные раздевалки, канатка 60 на 26, те же бортовать, те же стекла. Плюс мы сейчас оснащаем трибунами на 400 человек. То есть, в принципе, можно какие-то товарищеские игры вполне здесь проводить. И мы сейчас дорабатываем спортивный свет, будет необходимый 1500 люкс. Ну, собственно, все необходимые системы для игры. Тут лед, он функциональный. Ну, конечно, в первую очередь для нас хоккейный клуб «Динамо». Значит, это их дом, наш общий дом. Давай, 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 ребят! Скорость! Ноги работают! Скорость! Взрываться нужно на упражнении! Тренируйте старт свой! Все! Пошли! Ха! Обстановка хорошая. Естественно, как новый объект, как новая квартира, когда ты заезжаешь в нее, все только приспосабливаются. Есть какие-то моменты, где нужно нам обжить, скажем так. Раздевалка доделывается, все удобно, все рядом. Ну, современный объект, что тут говорить, когда все условия для работы есть. Конечно, грустный осадок у всех остается. Это история, это наши ветераны, это все мы выросшие, это музей, это намоленное, как говорится, место. Это та обстановка, в которой существовало все современное «Динамо». Но, тем не менее, приходится двигаться дальше, появляются новые объекты, которые находятся рядом с игровым стадионом. Они более современные, поэтому переезжаем на это место. Ну вот, это, по-моему, сказка. Таких сказок, когда ты, наверное, играл, Артем, не было. Я играл как раз на том месте, где сейчас построили вот эту базу. То есть, вообще, надо понимать, что это база. Просто это база команды континентальной хоккейной лиги, московской команды, у которых, у других команд такого нет. То есть, где база у «Спартака»? Непонятно. Нет, где база у «ЦСКА»? Тоже непонятно. А здесь прям конкретно у вас рядом с ареной есть целое место, где вы спокойно можете тренироваться. Тренироваться вообще в любой момент и когда вы хотите. То есть, у вас вообще никто ни от кого не зависит. Потому что везде там бывают нюансы. На аренах бывают концерты и так далее, и какие-то подготовки. Здесь первая команда говорит, мы тренируемся в зале в 10, условно говоря, на льду в 11.30. Все, значит, молодежка уже чуть-чуть вот под это подстраивается. А в остальном все, вот вы представляете, рядом с основной ареной у «Динамо» есть место, где команда может проводить тренировочный процесс. Это просто фантастика, это очень круто. Потому что баз у нас не так-то много команд. Единственное неудобство, что в игровой день придется все равно переходить в другую арену и, условно говоря, через парковку. И, соответственно, там уже готовиться к матчам. Но это недалеко. Недалеко, но всегда вот хочется, чтобы было вообще все в одном. Ну, здесь вот получается... Ну, это понятно. Но я больше потому, что, Саня, у тебя есть место, где ты можешь тренироваться. Есть. Когда хочешь, сколько хочешь. Хоть в три часа ночи приходи, тренируйся. Ну, вот все равно у меня ностальгия по старому катку. Который по трибунной был. В Петровском парке, да. В футбольной трибуной, там вот, да-да-да. Я эту хоккейную школу заканчивал, как и многие... Помнишь, у вас стекол не было, сетка была натянута на борте? Сетка, это была уникальность. Я в нее бросал шайбу, улетала в любую сторону. Да, совершенно верно. Да, вообще круто было. И когда смотришь в хоккей, надо тоже осторожно быть, потому что ты находишься за сеткой, и сетка, она все равно вибрирует. Это не стекло. А еще там очень холодно было, Саня. Как ты в ворота защищал? Там же очень холодно было. Насчет холодно я не помню. Я тебе говорю, было очень холодно. Там была стеклянная стена. И, соответственно... Стеклянная, за скамейками, да. И, соответственно, когда были солнечные дни, то солнце, вот оно как раз могло очень прилично помешать вортарю, если светит тебе в глаза. Ну, короче, теперь вот на этом месте, да, про которое мы сейчас вспоминали, вот крутая база у московского дина. Так, на самом деле, просто мои поздравления. Это реально круто. Да, это здорово. Такой ностальжи от наших экспертов Артема Батрака и Александра Фомичева. Ну, и есть новоселье с такой грустинкой, что ли, скажем. И это, конечно же, Новосибирск. Там Сибирь переезжает в новую арену. И вот, конечно, тоже, наверное, можно сказать, что такое намоленное место, да, старый ледовый дворец в Новосибирске. Ну, я сыграл там в течение трех сезонов в этом дворце. И, в принципе, у меня там много что получалось. И, естественно, для меня это тоже ностальгия. Вот нового дворца я пока не видел. Сейчас он в сюжете будет в конце. Ну, здорово, да. Ну, просто вот, Александр, вот ты играл всю жизнь, допустим, да, вот в этом дворце, да, и вот ты переезжаешь в другое. Вот насколько это тяжело для профессионального игрока, вот так вот, такой переезд? Или это особо буквально месяц, и все нормально? Хоккеист должен быть готов ко всему. Это понятно. Что ты можешь переехать в другой город, в другую страну, в другой дворец. Что у тебя может поменяться твой тренер, твой руководитель. Хоккеист должен выходить на лед и делать свою работу. Ну, должен быть готов, соответственно. Он снеговид готов. Вот он, соответственно, запаковался и спокойненько переезжает на новую арену. Но при этом не забывает погасить свет. Я так еще скажу, что, насколько я понимаю, КХЛ пока еще новую арену не приняла. То есть там вот эти какие-то работы все еще ведутся. И, насколько я знаю, там вот сейчас, вот в скором времени, должны начать тренироваться снайперы. Именно на новой арене. Вот. А так, ну, если просто вот абстрагироваться от, там, вот этой ностальгии, атмосферы вот этого замечательного дворца, где я, конечно, три года не играл, но бывал тоже. Это новый дворец, это всегда, по идее, лучше. Больше ли он вмещает? Да. Любят ли хоккей в Новосибирске? Да. Соответственно, народу, по идее, должно ходить больше. Но, опять же, я так понимаю, что там должны как-то еще, то ли вообще станцию метро построить, то ли как-то вот логистику. Чтобы легче добираться было. Да, потому что вот сейчас летом, да, там, например, все тот же Дима Ярыкалов, да, он выставлял у себя в стальных сетях, короче, что он до этого дворца доезжал на самокате, то есть, говорит, очень удобно, но это летом, а зимой, вот. Ну, то есть, если, конечно, там на машине, наверное, дело одно, а так, ну, Новый дворец, на мой взгляд, это всегда хорошо, это хорошо не только для клуба, но в целом и для имиджа лиги, потому что Новый дворец, это всегда яркий свет, хорошая картинка и так далее и тому подобное. Да, будем надеяться, что и для нас, телевизионщиков, это, конечно, будет такой очень важный момент и действительно будет только радостью смотреть матчи Сибири из Нового дворца. Совсем недавно был день московского спорта и там себя достаточно ярко еще один московский клуб проявил, московский «Спартак». Давайте посмотрим. Отпуск прошел очень классно, но очень мало, потому что отмечали кубок и много с фанатами общались после сезона. Но в целом, я думаю, уже все отдохнувшие, все готовые, поэтому будет еще интереснее наблюдать за этим сезоном. В предвкушении того, что наконец-то выйдем в плей-офф и поборемся там. Порвем всех. У меня данное мероприятие вообще впервые. Мне очень приятно, что пришло так много людей. Со всеми надо пообщаться совсем длится время. Приходите и поддерживайте нас. И мы будем отдавать все силы за кубок. Продолжая тему московского «Спартака», очень серьезно команда обновляется. Но мы начнем, конечно, сейчас говорить о тренерах. Алексей Жамнов, вот освободился тренер сборной. Теперь он будет возглавлять себя в московский «Спартак». Жамнов, соответственно, Уланов и Ковалев. Посчитайте количество матчей, сыгранных этими хоккеистами в Национальной хоккейной лиге. Мне кажется, что это будет больше, чем вот в принципе. Это круто, да. Да, это очень круто. Ну и как бы, во-первых, уже как тренеры они себя все зарекомендовали, скажем так. Ну и плюс состав, который подбирается у «Спартака», на мой взгляд, просто результат команды должен быть намного лучше, чем был в прошлом сезоне. То есть вот это я вот рассчитываю на то, что в этом сезоне «Спартак» наконец-то покажет какую-то вот все-таки такую свою мощь, что ли. Ну нападающие уже действительно сейчас вот очень опытные пополнили команду, Александр. Но на твой взгляд, на что может замахнуться и при этом тренерском штабе «Спартак» и вот по селекции? Ну а выход в плей-офф, думаю, это прежде всего. Это, наверное, задача минимума. Есть острые ребята, которые усилили команду. Тот же Порядин из «Нефтехимика», опять же Голдобин, соответственно, из «Магнитки». То есть остею атаки есть у «Спартака». Но все-таки давай больше про тренерский штаб Алексея Жамнова. Как ты считаешь, смогут ли они прям сразу вот в этот первый сезон себя так достаточно структурно и ярко проявить? Ну а я думаю, особо времени-то на раскачку и не будет. То есть я считаю, что Алексей Жамнов вот сейчас как раз встал на свое место. Были по ходу предыдущих сезонов, когда Жамнов занимал место главного тренера на тренерском мостике, затем поработал в сборной. Мне кажется, вынуждено, нужно слово еще добавить. Вынуждено, но однако он с этой ситуацией полностью справился. А сейчас вот у него есть возможность с самого начала как раз начать сезон и вот себя проявить уже, как говорят, на все 100%. И вообще, учитывая, что он согласился, потому что, ну помните, когда вот он там выходил, заменял, по-моему, сначала Япончинцева. Вы действительно говорили, в самый сложный момент. Да, да, да. И вот он так приходил, и вроде как это все вот говорили, что нехотя он приходил. Вот. А тут он пришел и реально с самого начала, и раз согласился, значит, есть желание. Так что я думаю, что «Спартак» может в этом сезоне показать результат лучше, чем в прошлые годы. Друзья, это все, о чем мы хотели вам рассказать в нашей программе. Это еще далеко не последняя программа «КХЛ Лето», так что смотрите ее и другие наши программы на каналах «КХЛ». Еще увидимся. До встречи. До свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»